Урок 16. Задача первая. Отрезки А, В и С, Д пересекаются в точке О, являющейся серединой каждого из них. То есть АО и БО – это равные отрезки. Кроме того, СО и ДО – это равные отрезки. Надо найти угол А, С, О. Вот этот угол надо найти. Если известно, что угол О, Б, Д на 20 градусов больше, чем Б, О, Д и на 20 градусов меньше, чем О, Д, В. Давайте сначала рассмотрим треугольники А, О, С и Б, О, Д. Равные отрезки уже показаны на рисунке. Угол А, О, С равен углу Б, О, Д. Это вертикальные углы, они равны. Значит, эти треугольники равны по первому признаку, по двум сторонам и углу между ними. Из равенства треугольников следует, что угол А, С, О равен углу Б, Д, О. Потому что это углы, которые соответствуют друг другу в равных треугольниках. Давайте рассмотрим углы треугольника О, Б, Д. По условию задачи известно, что угол О, Б, Д на 20 градусов больше, чем Б, О, Д. Значит, градусную меру Б, О, Д надо обозначить за х градусов, а О, Б, Д на 20 градусов больше. А третий угол этого треугольника еще на 20 градусов больше. х плюс 40. Сумма углов треугольника 180 градусов. Решая это уравнение, находим х. х равен 40 градусам. А угол О, Д, Б 40 плюс 40 – 80 градусов. Градусная мера угла А, С, О такая же, как и у угла О, Д, Б, то есть 80 градусов. Таков ответ. Задача вторая. На сторонах угла А, О, Б отмечены точки Н и М. Так что точка Н лежит на отрезке О, А, а точка М на отрезке О, Б. Известно, что О, А и О, Б равны отрезке. О, Н и О, М тоже равны отрезке. Надо сравнить вот эти углы. Угол А, Н, Б и угол А, М, Б. Вот эти углы надо сравнить. Давайте рассмотрим треугольник А, О, М и Б, Н, О. Исходя из равенства вот этих отрезков и из того, что угол А, О, Б общий у этих треугольников, Эти треугольники будут равны по первому признаку, по двум сторонам и углу между ними. В равных треугольниках соответственные элементы равны. Значит, угол О, А, М будет равен углу Н, Б, М. Кроме того, вот эти углы А, С, Н и Б, С, М равны как вертикальные. Значит, будут равны и углы А, Н, Б и угол А, М, Б. Значит, вот эти углы равны. Таков ответ. Задача третья. Начертите прямую В. Отметьте точку В, не лежащую на прямой В. Сколько перпендикуляров можно провести из точки В к прямой? Можно провести только один перпендикуляр из данной точки, не лежащей на прямой, к данной прямой. Ответ – один перпендикуляр. Задача четвертая. Задача четвертая. Может быть, может быть, только одна из этих прямых, пересекающих прямую Н. Единственная прямая может быть только перпендикулярна. Значит, по крайней мере, три не перпендикулярны. Значит, данное утверждение верно. Задача пятая. Могут ли стороны треугольника иметь длину 1 см, 3 см и 4 см? Это невозможно, потому что 1 плюс 3 – это 4. А такого быть не может. Треугольник построить невозможно, потому что каждая сторона треугольника меньше суммы двух других его сторон. А здесь получится, что 1 плюс 3 – 4. То есть, вот эта сторона будет равна сумме двух других сторон. А она должна быть меньше суммы двух других сторон. Значит, стороны треугольника не могут иметь такую длину.